Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн» в Канаде. Римлянам 15 Последние несколько служений я говорила о вере. Насколько важна вера? Верой мы ведем дела с Богом. Без веры мы не можем иметь дело с небесами. Вера – валюта небес. Каждый раз, высвобождая веру, вы получаете то, в чем нуждаетесь. Как приходя в магазин, вы отдаете деньги и выходите с товарами и услугами. Так же и с небесами. Когда вы высвобождаете свою веру, вы можете взять то, что нужно для вашей жизни. Итак, нам нужно осознавать определенные вещи о вере, чтобы она правильно работала. Прочитаем 13 стих 15 главы Римлянам. Здесь сказано «Божьи надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере». В английском это глагол «верить». Когда мы верим, это вера в действии. В этом месте Писания мы видим, что веру что-то сопровождает – радость и мир. «Божья надежда да исполнит вас всякой радости и мира в вере». То есть, когда вы в вере, этому есть подтверждение. Доказательство того, что вы в вере, это то, что вы полны радости и мира. Итак, если вы говорите «я в вере», но вы не радостны, значит, вы не в библейской вере, потому что с библейской верой что-то неразрывно связано – радость и мир. Чем выше уровень веры, тем выше уровень радости и мира. У вас может быть малая мера веры, тогда у вас малая мера радости и мира. Всегда можно измерить свой уровень веры, измерив, сколько у вас радости и мира. Аминь. И я не говорю о ментальном мире. Я говорю о мире вот здесь. Потому что, когда вы проходите сложности, испытания, оппозицию, вы можете быть в вере в своем духе. Вера в вашем духе, и вы можете высвобождать ее, а дьявол будет пытаться бомбардировать ваш разум, не так ли? Поэтому я не говорю о мире в уме. Просто игнорируйте это и отвечайте на это словом. На эти мысли, которые бомбардируют и тревожат вас, отвечайте словом. И при этом вы все равно можете иметь полный мир в своем духе. Нет, я все правильно делаю, это правильное направление. Когда вы в вере, всегда есть мир и радость. Аминь. Когда христиане не в радости и не в мире, это проблема с верой. Люди говорят, если бы только вы помолились за меня, у меня такая тревога в разуме, такое беспокойство. Я это понимаю, потому что дьявол вам противостоит. Но суть не в том, чтобы привести вас в радость. Нужно привести вас в веру. Когда вы в вере, радости мир потекут. Потому что Бог наполняет вас радостью и миром, когда вы верите. Аминь. Кто из вас знает, что радость и мир — это плоды духа? Они в вашем духе. Когда вы рождаетесь свыше, есть девять плодов духа. И эти плоды уже пребывают в вас. Они приходят в вас при рождении свыше. Вам не нужно пытаться получить радость и мир. Вам нужно их подпитывать, взращивать, черпать, позволять им течь. Например, вы можете посадить в своем огороде помидоры. Но их же нужно возделывать. За ними нужно ухаживать. Заботиться о растениях, чтобы они выросли и принесли урожай. Также у людей нет радости и мира, потому что они их не культивируют. Вам нужно за ними ухаживать и позволять им расти, сдаваться радости и миру, вместо того, чтобы сдаваться страху, волнениям. Папа Хэгген учил нас, как легче всего узнать, что вы волнуетесь о чем-то. Можете мне подсказать? Вы думаете об этом. Люди говорят, нет, я не взволнован, я просто озабочен. Но именно это я и сказала. Если вы об этом думаете, это волнение. И если вы в волнении, то вы не в вере. Другими словами, вы позволяете течь чему-то другому вместо веры. Соблазн волноваться приходит ко всем. Волнение — это лишь симптом страха. Если бы вы не боялись, что что-то пойдет не так, вы бы не волновались об этом. Волнение — это реакция на страх. Неправильная реакция, но реакция на страх. И когда люди волнуются, они боятся, что денег не хватит, они боятся, что с телом все станет хуже, они боятся, что потеряют дом, они боятся, что потеряют бизнес, боятся летать, боятся ездить за рулем по автостраде, боятся многих разных вещей. Медицина дала всему этому название, но в корне всего этого лежит простой демонический страх. И вот что хорошо, у вас над ним есть полная власть. Поэтому с верой отвечайте ему. Чувство страха будет приходить, мысли страха будут приходить, и пусть теперь у нас все это сформулировано. С медицинской точки зрения есть тревога, панические атаки, все это лишь страх. Все это не что иное, как страх. Да, есть разные медицинские названия для всего этого, и я не говорю, что они неправильные, я лишь говорю, что в корне страх. И христиане, вам никогда не нужно сдаваться этому до конца вашей жизни. Но вам нужно взять это под контроль. Вам верою нужно говорить с этим. И послушайте, каждый раз, когда симптомы или чувства страха приходят, тело тоже подхватит это чувство. Но вы же не тело, не волнуйтесь о том, что подхватило ваше тело. Вы — дух, живущий в теле. Поэтому, если даже сердцебиение участится, подскочит адреналин, руки начнут трястись, то посреди всех этих чувств страха ответьте и скажите, «Страх, убери свои руки от меня! Оставь это место во имя Иисуса! Оставь меня во имя Иисуса!» И начните поклоняться Богу. Не сидите и не боритесь с этим страхом снова и снова, а просто справьтесь с ним и идите в радости. Но у меня же руки все еще трясутся. Сердце все еще бьется быстро. Ну и что? Ну и что? Разве вы никогда не ехали по дороге на машине, и кто-то перед вами резко затормозил, и вы резко затормозили, и даже не врезались, но еще пять-десять минут после этого? Хоть аварии не было. Вы не столкнулись. Но нужно время, чтобы тело успокоилось после вот такого переживания. Здесь то же самое. Возможно, телу потребуется какое-то время, чтобы успокоиться, но не волнуйтесь об этом, не заботьтесь об этом, не занимайтесь этим. Просто высвободите свою веру и начните радоваться. И все остальное снова успокоится. Аминь. Слава Господу. Почему? Потому что, когда вы в вере, радости и мир начнут течь. Аминь. Разве вы не рады, что вы можете измерять свою веру через то, насколько вы радостны? Сколько у вас мира? Если вы говорите, ну, у меня постоянная борьба, видимо, вера не работает. Если вы начнете радоваться, ваша вера включится. Потому что радость – это выражение веры. И она поможет вам войти в веру. Аминь. Если вы просыпаетесь посреди ночи и что-то давит вам на голову и лишает вас покоя, вам тут же можно начать радоваться. Что это даст? Вызовет ту веру, что внутри вас. Аминь. Бог исполнит вас всякой радости и мира в вере, не в волнении, не в страхе. Если вы сдаетесь волнением, сдаетесь страху, то вы также отказываетесь от радости и мира, которые вы могли бы переживать. Аминь. Итак, развивая свою веру, питая свою веру, высвобождая свою веру, мы не можем упустить из виду чудесную силу под названием радость. Потому что вера не течет, если не течет радость. И если мы говорим «Я человек веры», то нужно также к этому прибавить «Я человек радости». Потому что вы не можете сказать «Я человек веры» и при этом иметь грустное лицо. Аминь. В вас должна быть какая-то легкость. Должно быть очевидно. Я не внизу, я наверху. Но я ведь чувствую, что я внизу. Неважно, как вы себя чувствуете, двигайтесь согласно той вере, что внутри вас. Вера нужна, когда вы не чувствуете то, что хотите чувствовать. Аминь. Если вы начнете радоваться, даже ваши чувства и эмоции изменятся. Если вы будете радоваться, когда хочется плакать. Если вы будете радоваться, когда хочется волноваться. Если вы будете радоваться, когда хочется выпустить пар перед другими. Поделиться с другими тем, через что вы проходите. Поиск сочувствия всегда ослабляет ваше хождение в вере. Слово говорит об утешении. Слово говорит об ободрении. Слово не говорит о сочувствии. Потому что сочувствие никогда не заставит вас подняться внутри и снова войти в веру. Аминь. Слава Господу. Давайте поговорим о том, как быть умелыми в вере. Для этого нужно также быть умелыми в радости и мире. Мой муж ушел домой к Господу в 2013 году, как вы знаете, довольно внезапно. Дух Святой готовил меня к этому. Как Он меня к этому готовил? Он сказал, за два года до того, «Все, что я хочу, чтобы ты делала, это практиковало мир». Заметьте эту фразу. «Практиковало мир». Я знала, что это значило. Это значило прогонять любую мысль, которая не вела к миру. Если мысль тревожная, я не позволяла ей прокручиваться в своей мыслительной жизни. Во втором послании Коринфянам, 10 главе, в пятом стихе сказано, «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божья, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Если Христос не думал бы этого, не думайте так, плените это в послушании Слову. Если Иисус не дал вам эту мысль, то нечего вам ее иметь, если она вас тревожит. Иисус никогда не даст вам мысль, которая вас тревожит. Он предупредит вас, покажет вам будущее, но когда Он это делает, это не вызывает тревоги. Поэтому Бог сказал мне, Дух Святой сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир». Поэтому, когда мой муж ушел к Господу, в тот день я знала, что мне нельзя выходить из мира. А я два года тренировалась входить в мир и оставаться в нем каждый день. Заметьте, поэтому семья продолжила двигаться. Служение не потеряло набранную скорость. Поэтому, как собрание, мы все продолжили подниматься. Мы не потеряли нашу веру. Мы не оставили нашу веру. Вера нужна в трудностях, с которыми мы сталкиваемся, как и в ежедневной жизни. Все потому, что я практиковалась и вас учила. За четыре года до того я уже учила о разуме. Почему я это делала? Потому что это то, чему Бог нас учил. Практиковать мир. Когда вы практикуете мир, вы тренируетесь оставаться в вере. Когда вы практикуете радость, вы тренируетесь оставаться в вере. Потому что радость и мир — это мерило вашей жизни веры. Аминь. Потому важно, чтобы мы понимали, что чтобы практиковать веру, нужно и эти вещи практиковать. Вы никогда не обретете мастерство без практики. К спортсменам не приходит умение без практики. Музыканты не становятся искусными без практики. Плотники не будут умелыми. Никто не будет силен в своей профессии без практики. Аминь. Духовно вы никогда не будете умелыми в вере, не практикуя веру и того, что с ней связано. Поэтому в этой проповеди мы сосредоточимся на радости. Конечно, я упоминала и мир. Не позвольте ничему украсть ваш мир. Страх и волнение приходят, чтобы украсть ваш мир. Не подпускайте их к своему миру. Вы не потеряли свой мир. Он все еще в вас. Но вам нужно сдаться ему, вместо того, чтобы сдаваться неправильному потоку. Послушайте, неправильный поток окружает нас в этом мире, а правильный поток внутри нас. Слишком часто люди хотят почувствовать правильный поток вокруг себя. Но вокруг них неправильный поток. Дух этого мира — это поток мучения, поток волнения, поток страха. Поэтому не пытайтесь черпать силы извне, черпайте изнутри. Аминь. Поэтому не важно, что вы чувствуете извне, черпайте то, что внутри. Как черпать это? Через то, чему вы сдаетесь, на что вы реагируете. Аминь. Через признание всего того богатства, что внутри вас, в девяти плодах Духа, который внутри вас, а также вас Дух Святой, Слово. Аминь. В это последнее время будет пробуждение последних дней. И мы находимся на его ранней стадии. Я говорю, мы на ранней стадии этого пробуждения. Мой муж говорил определенные вещи, и другие служители говорили Духом о пробуждении последних дней. И одна из вещей, которые говорил мой муж и другие, это что пробуждение последних дней, это будут все предыдущие пробуждения вместе взятые. Подумайте об этом. Все пробуждения за историю церкви вместе. Он также говорил, что все девять даров Духа будут действовать на сто процентов их потенциальной силы. Он говорил, что все пять даров служения, апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист, все пять даров служения будут действовать в полную силу своего потенциала. Вот куда мы движемся. Вот куда мы движемся. Все это будет действовать в полную силу своего потенциала. Значит, у нас будут такие чудеса, каких не было прежде. У нас будут такие исцеления, как никогда прежде. Будет откровение Слова, как никогда прежде. Будет такая деятельность ангелов, какую мы не видели прежде. Но также будет и оппозиция невиданного прежде уровня из-за того, что будет течь. Аминь. Но этого не нужно бояться. Почему? Потому что он говорит нам заранее, что нашу веру сопровождают радость и мир. И чтобы не волноваться об оппозиции, нужно оставаться в мире. Как? Через радость. Аминь. Нам нужно осознать, что радость – это не просто хорошее настроение. Это не просто счастливый момент. Радость – это сила. Радость – это оружие. При помощи которого, когда приходит страх, вы говорите, нет, нельзя, не выйдет. Ты не украдешь у меня радость. Ты не украдешь у меня мир. Используете ее как оружие. Если вокруг себя вы создадите такой поток жизни, будете радоваться, сдадитесь образу жизни радости, то что бы ни пришло, не сможет к вам приблизиться. Придет, но не сможет войти в вас. Когда вы действуете в радости, ни одно испытание не сможет войти вовнутрь. Испытания будут приходить, но не смогут войти в вас. Предположим, кто-то стучит в вашу дверь, но сколько бы он ни стучал, если вы не хотите его впустить, вы не обязаны открывать дверь. Не важно, как долго. Неделю, месяц, полгода, год дьявол будет стучать вам по голове, стучать по вам. Не важно, как долго он будет это делать, вы не обязаны открывать ему дверь. Вы не можете помешать ему приходить, но вы можете помешать ему войти. Как помешать ему войти? Не запускайте его в свою мыслительную жизнь. Не впускайте его в то, что вы говорите. Аминь. Что же делать? Вместо этого радоваться. И это будет держать вас в вере. Радости, мир помогут вам твердо ходить в жизни веры. Аминь. Теперь, поскольку в последние дни оппозиция против церкви будет как никогда прежде, нам нужно быть умелыми в вере и умелыми в радости и в мире. И я не просто говорю о служениях, где люди радуются. Я не просто говорю о том, чтобы радоваться во время какой-то части служения. Я говорю о том, как вы выбираете жить, в чем двигаться, когда вы выходите из этого здания. Если вы так не живете, когда вы выходите за двери, то вы немногого еще достигли. Недостаточно посещать церковь, а потом выходить и поступать абсолютно так же, как до того, как вы сюда пришли. Недостаточно посещать церковь и все равно выходить и говорить так же, верить так же, вести себя так же. Аминь. Это должно руководить вашим образом жизни. Я говорю о том, чтобы стать умелыми в потоке радости настолько, чтобы это управляло вашим образом жизни. Каждый день, каждый день, каждый день. Радостные каждый день. Вы скажете, но, пастор Нэнси, это абсурд. Человек не может быть радостным каждый день. Но я видела людей, которые в депрессии каждый день. Я видела людей, которые ссорятся каждый день. Я видела людей в непрощении каждый день. Я видела людей в страхе каждый день. Я видела людей в горечи каждый день. Аминь. Поэтому не говорите мне, что вы не можете быть какими-то каждый день, потому что вы какими-то Вы являетесь каждый день, и Бог дает вам право выбрать свой поток. Поэтому я говорю, если вы хотите быть человеком веры, вам придется выбрать поток радости. Потому что вы не можете выбрать поток тревог, поток обид, поток страха, поток непрощения, и говорить «я буду в вере» не выйдет. Потому что вера очень разборчива в выборе своего окружения. Вера не проводит время с преткновением. Вера не общается с непрощением. Вера не общается со страхом. Вера общается с радостью и миром, и со всеми другими плодами Духа. Аминь. Аллилуйя. Если мы говорим, что мы люди веры, тогда мы должны сказать, что мы люди радости. Кому из вас не нравится быть с людьми, от которых вы каждый раз не знаете, чего ожидать? С какой версией этого человека вы столкнетесь? Потому что это человек настроения. Сегодня злой, завтра радостный. Людям не нравится быть с непостоянными людьми. Слово говорит, что Иисус тот же, вчера, сегодня и вовеки. Вы всегда знаете, какого Иисуса вы встретите. Вера сделает вас постоянными. Вас окружают непостоянные обстоятельства, но вера делает вас постоянными. Поэтому я говорю о постоянной радости. Но вы не понимаете, у меня финансовые проблемы. Но тогда вам это нужно больше, чем кому бы то ни было. Аминь. Вы не понимаете, у меня проблемы в браке. Но тогда сделайте все, чтобы быть в радости, а не разрывать свой брак. Аминь. Вы не понимаете, у меня физические проблемы. Но вы уж точно слышите всякие сообщения от врачей или от собственного тела. И уж лучше позаботьтесь о том, чтобы слышать слова радости. Аминь. Радость — это не эмоция, это решение, это выбор, это сила и поток жизни веры. Аминь. Поэтому нам нужно стать умелыми в вере. И один из способов — это стать умелыми в радости. Это значит намеренно радоваться. Есть выражения радости. Какие? Как насчет старого, доброго, веселого лица? Вместо такого угрюмого, зависящего от настроения, вечно недовольного, ворчливого, ни у кого в поместной церкви никогда не должно быть такого лица. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Другие выражения радости — смех. В этой церкви просто смеются, это нелепо. Ну хорошо, можете пойти в больницу и плакать. Вот там много плачут, и не так много смеются. Аминь. Еще одно выражение радости — просто пританцовывать. Ммм. Почему? Не потому, что вы пытаетесь выделиться, а просто потому, что трудно это сдержать в себе, оно должно вырваться. Ага! Я не знаю, как вы, но когда я стояла рядом с пирогами моей мамы, и я откусывала кусочек, и ам-м-мм, и пританцовывала прямо над тарелкой. Что это? О, мне так понравилось. И я наслаждаюсь своим отцом, я наслаждаюсь своим спасением, я наслаждаюсь своим здоровьем, я наслаждаюсь процветанием. Аминь. Как насчет того, чтобы просто ходить и напевать? Они просто все время поют, но другие все время жалуются. Все это — просто выражение веры, выражение радости, и вам решать. Если вы человек веры, то люди будут знать, что они получат, оказавшись рядом с вами. Вы будете всегда одинаковым. Нет, обстоятельства вокруг вас никогда не будут постоянными, но они вами не управляют. Вы независимы от них. Аминь. Это значит, каждый раз, когда кто-то вас видит, у вас в устах всегда хорошее слово, у вас всегда счастливое лицо, у вас радостное лицо, потому что это выбор. Молодые люди, научитесь этому уже сейчас, чтобы у вас был хороший супруг супруга. Слава Господу! Если вы научитесь этому сейчас, вы не вступите в брак с кем-то хмурым, подавленным, и ваша жизнь не пойдет вниз. Живите в обществе людей веры. Живите в обществе людей радости. Живите в обществе мирных людей. Если вы хотите быть рядом с таким человеком, вам и самим придется быть таким человеком. Аминь. Быть умелым в потоке радости. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн в Канаде.